всем привет с вами геракла для покерстратежи записываю вот nl 25 star за 9 столов наверное 10 пока по цветовым меткам все также такие вот розовые это фишереги фиолетовые реги зеленые просто слабые ой фиолетовые фиши зеленые слабые реги девятки не такая супер сильная рука чтобы против непонятного чувака кол колить поэтому за три бачу на велию так с тузами получили тут один хобби игрок поэтому будем ставить нормальным сайдингом девятки думаю ставить или нет скорее даже на вели уставлю так тройка очень хорошая карта спаривает борт теперь мы не боимся флэш-дром получаем пуш иногда там тройка там какая-то лажа 8 7 я не стал открываться потому что нет хобби игроков на блайндах откроюсь я со всех позиций под тариба б скотов два с половиной с бата на два ситуация изменяется только если там есть жирные фиши когда-то после нас не стал ставится будет потому что смысла мало натернет 2 flash draw поставим большой сайдинг после чека флопа нам надо допирать его там девяток десяток если они у него есть с королем дамы в хобби игрока ситуация меняется я должен ставить вопрос хорошая ли карта дама для добора ну думаю да я тут все еще должен ставить но чтобы не спугнуть его гатшоты как и нибудь там и 8x случайно чтобы он их не выкинул это для меня будет просто ужасно ну на ривере мы конечно же ставим думаю пол банка нужно чтобы восьмерка либо семерка нам заплатила можно было даже меньше поставить валет 2 можно как коллировать так и трибетить по дефолту она входит спектр блеф 3 бета но тут такой маленький сайдинг стила 2 бб что я буду защищать под сто процентов ну и нацибет конечно же кол по крайней мере одну улицу ну и натерни пас так слишком слабо у меня фоллэш дро да и ставить он с воздухом в такой терник когда не будет у него либо ну короче у него там нормальная кити даже если он глифуют чаще вне блефуют так 107 я тут немножко отвлекся изолировал не то 11 на на 10 ой 11 на 0 что совсем не обязательно так ну вот этот хобби игрок непонятно пока как его отмечать либо фишерегом либо хобби игроком ну посмотрю за ним еще пару раздач так туз 10 конечно же будем играть я выбирал между колом и блеф 3 бетом но посмотрел на его стад и то что у него чек фолд 85 процентов cbt 54 после того как он чекает он выкидывает по дефолту это конечно болев 3 бет но тут будем ставить одну треть в мультипотах нормальный сайзинг да и я хочу подешевле купить вот такой терн то вот я по-любому бы ставил больше видимо у него был сет сейчас посмотрим да с а четверок так туз 9 пограничную потому что он очень тайтовый но все таки пока что просто 18 рук а может быть он с баттона стилит ну и тут я даже на пол пота выкидываю поскольку не имея информации я просто играю в fit of old думают не страшно против регуляра я бы мог и коллировать но против хобби игрока играющего два стола без позиции мы затраемся не вкладывать денег в под 69 стил санит у него фолд настил 80 процентов с двойками липованный под мы попадаем в сет ставим под но в таких ситуациях нельзя там чекать и чек резить потому что в основном все очень пассивные двойка очень хорошая карта мы тут должны дальше ставить четверка думаю будет примерно одинаково за чек или поставлю поэтому лучше поставить так с королями night wolf это рек да если это тот ник который я помню так девочку хочу это статы пока не изменились с дамой 3 я на флопе я не стал ставить после вот чека поставлю на терне и на ривере ван душу даун у него 17 тузыкс он не должен будет тянуть по идее так 57 ничего выдумывать не будем без позиции у него тем более уменьшенный стек был бы у него такой жесток можно было бы подумать о коле 7 семерки не люблю колд коллить без позиции но и превращать их в блеф тоже не очень хочется сыграем просто нас отвели играть я так наверно буду руки от шестерок мелкие пары я лучше за три бэчу ну либо выкинул в зависимости от оппонента ну и цб от у него 45 не буду ничего выдумывать просто пас на если бы у него был большой цб то такой борт более-менее подходит для чек-рейза и барлинга с его маленьким ван душу дауном 18 туза с королем например я бы легко выбил так туз 6 я постелил и в такой борт ставить не буду по по дефолту я не думаю что мы много игроков коля циферки скорее про 2 но если циферки то всякие там 89 которые имеют горшот да тем более это регуляр в такой борт лучше не ставить так так рандомайзер это немножко старые статы но но чё поиграем по ним король валет это дефолтный блеф трибет в 1 1 1 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 7 7 8 7 7 8 9 9 9 10 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 15 11 12 12 14 14 14 15 18 15 15 Можно так делать, я легко выкидываю, потому что у нас в бубе, а на флопе нет бубов, скажем так. С вот этого стола, думаю, уйду. Этот чувак, да, не очень понятный. Вот этот, не факт, что он слишком жирный хобби-игрок, он с А24 руки ничего не залимпил. А поэтому я просто поищу вот такого типа хобби-игроков 67 на 0, с которых мы легко выиграем деньги, чем этот непонятный чувак. 2.25, смотрим, вот 3 бет против УТГ, 5 процентов, и это нормально. 5.50, я бет-сайдинга не помню, честно. Но думаю, 5.50 нормальный сайдинг. Ну, тут мы ставим ЦБТ и выставляем все. Сет так сет, как бы, без разницы. Против его кола мы легко можем пушить терн, поскольку Туз-Король у нас уже коллировать не может. Это очень офигенный пуш. Я, скорее всего, даже выбил руку лучше. Так, мы получили 2 кола, вышла очень хорошая карта. Думаю, тут нужно ставить много уже. Выкидал бы я, если бы только получил минрейс от вот этого чувака, 43 на 0. Здесь, как шо, там, за вторым я поставлю в хобби игрока. Так, получаем сет, обстрелик продолжается. И тут получаем стрейт. У него очень маленький ЦБТ, поэтому я сам буду лидить. С девятками за четвертым это, конечно, сквиз. Получили кол. Наверное, будем ставить одну третью. По стандарту. Ну, на любой рейс мы, конечно же, выкидываем. Потому что это что-то типа фишерек. Он может легко рейзить валет, но блефовать он так никогда не должен, по идее. Потому что все, шоу-даун-вэлю играет кол. Ну, что ж ты так думаешь? Если он блефует, ну, ладно. Иногда там может быть блеф. Так, с шестерками просто коллируем. Он не ставит на терни и играет чек-полт по 56%. Тут с четверками я ничего поделать не могу, ни колить не могу. А потому что у него нет особых ликов, ни трибетить. Может быть, трибетить я все-таки могу. Да не особо, как бы. У нас шестерки. Конечно же, мы доезжаем. Ну, и теперь мы валюб этим, каким сайдингом. Ну, чтобы он не выкинул даму, например. Ну, доллар. Можно было бы даже меньше поставить. С двойками. На нас заколлировал регуляр. Статы у него более-менее адекватные. Поэтому помечу его пока что слабым регом. Так, тут получаем четыре бета. Ой, трибет. Делаем колл четыре бета. Выставляемся, да? В этих позициях, наверное, выставляемся. Хоть это неприятно. Ну, все. Теперь. Статов у него на меня мало. У нас увеличены стейки. Поэтому я даю ему все-таки value спектр. Дамы легко выкинул и забыл. Против колл четыре бета. Люди не должны много блефовать. По идее. Так. С тузом. Хоть и без позиции, но борт супер-супер-сухой. Ставим одну третью. С двойками. Думаю, даже играть чек-фолд. Поскольку у него там спектр колла. Это тузыкс, флэш-дрой и саты. Против туза я все равно ставкой не добираю. Ну, только если там не две пары. С двух пар я мог добрать. Ну, там куча рук сильнее. Там легко могут быть восьмерки, например. Либо зачеканный со троек. Так, девочку хочу. Тут хобби игроки. Не буду их выбивать. Рука у нас слишком сильная. Проколировал. Попал в топ-пару. Ну, и мы играем по дефолту колл-колл-колл. Так, ну, он на тернице бета не ставит. Думаю, я тоже... Типа, изображаю пару. Типа, девяток и десяток валют дамы. Чтобы получить от него, например, тонкие валюбе. Там с тузом 10 каким-нибудь. Ну, там тоже туз король. Это без разницы. Все улицы валю все равно я бы не получил. А так он мог и блефануть, например. Пытаясь выбить амой пары. И не только тонкие валют бета, но и блефы там. С полным рандомом, например. Потому что линия бет-чек бет. Обычно они используются для блефа. Он теоретически может это понимать. Я, конечно, в этом не уверен. Король дамы у него слишком узкий колл-опен. Он не очень любит сдаваться на цбеты. Стерна уже мы должны ставить. И ставить нормальным сайдингом. Странно, что он не выкинул. Ну, с шестерок ему доехал. Ну, ладно. Не только мне додожать. Тут я многовато поставил. Ну, ладно. Не суть. Не думаю, что он тут выкинет десятку на бет-сайдинг 5. Ну, видимо, у него все-таки были дрова. Вот это вот очень интересно, что он тут не стал меня рейзить. 100 зом и валетом. Это его статы, да? Тут я все-таки могу поставить у нас оверкарты. Борт сухой. Ну, получаю у рейса. Ничего не выдумываю от виши-рега, рейса. Вэлью. 9.8 защищаем. Блин, ну, был бы у него нормальный c-бет. Я бы чекрязел такой флоп. Вот тут я просто сдаюсь. Ну, на ривере. Туза-Х у него, видимо, нет. Поэтому я поставлю. Четверки пограничны. Из-за того, что у него широкий спектр, сайт он нам навряд ли оплатит. С такой слабой парой я предпочитаю поставить на флопе. А с более сильной парой я могу чекнуть. Так, четверки. Думаю, в такой борт мы ставим полпота. Как он на терне. Так, там у него куча всяких валет 9. Ой, валет 10. И underpar. Который мы на терне выбьем. Восьмерки неприятно. Но он не выкидывает на фолд. Блин. Четверки заговариваюсь. Только недавно вернулся из Катрана. Не выкидывает на резец и бета. Поэтому более-менее на сетвэлью. Можно проколировать. Так, против МССника стилем всегда 2.5 ББ. С восьмерками ничего не выдумываем. Никакого флеш-дроу у нас нет. Это фигня полная. Играем чек-пасс. Тем более, он очень промолинейно играет. У него очень маленькие цебеты. Только огромное на ривере. Если уже он дошел до ривера, то у него сильный спектр. Поэтому он с ним навсегда и ставит. Погей и так. Семь дамо с бубенчиками. Мы добивали фуфа мультипод. Это нормально. С любой одному сной рукой. В четыре веи. Из девятого стола мы уходим. Тут 19 на 0 и 14 на 0. С ними не нужно играть. Мы против них ничего особо не выиграем. Туз валет. Это ближе к блеф-трибету. Но против АТГ. Стараюсь меньше. Блеф-трибетить. Конечно же, нам доезжает флаж. Потому что мы в обстрике. И ставим теперь много. Надеемся на его там сильную руку, с которой он заколирует. С двойками я думал поставить или нет. Но просто борт спарился. И теперь нашей руке нужна защита против четверки, либо шестерки. Потому что любая хай-карта тогда убьет нас. Так. Да, мы на флопе поставим. Можно было и чекать. Особо на самом деле это без разницы. Туз валет это... Туз валет это сквиз. Ладно, я тут выкинул и выкинул. Два-три стерим. Чувак пока что много фолдит. Стилем близко к нету. Да, я вот пытался первую попытку сессии записать. Вышло очень хорошо. Она тоже была обстриковая. Я особо не делал ошибок. Но там я намутился с качеством видео. Получилось ужасно. В этот раз вроде поправил. Должно быть нормально. Сейчас утро. По Москве там около полуночи. Самое лучшее время для игры. Много хобби игроков. Так, здесь у нас гатшот. С фриплея. С ним я просто поставлю. Хочу дешево купить терны. Возможно и получить бесплатный ривер. Получаем девятку. Но это ничего не значит. Мы играем чек-фолд. С дамами тут, наверное, можно было открыться. 4 бб. Тут хобби игрок. Девятку мы играем чек-фолд. Даже на полбанка. Так, вот тут я открою 4 бб. С валетами все понятно. Так, с первого стола уходим. С валет 6 не стилим. Против людей, которые не фолдят на стилы. Так, тут хобби игрок. С клубом 47. Поэтому четверки музыкалируем. До флопа. Удивительно, не попали в сет. Сегодня я почти каждый раз попадаю в сет. А в оффлайне наоборот. Мне в Катране сегодня все время раздавали карманы и пары. Но я вообще не попадал в сеты. Валет 9 и дефолтный сквиз. Даже несмотря на то, что у него небольшой фолд на 3 бет. Это просто как бы дефолтный дефолт. Эта рука должна быть в спектре сквиза. Ну и ставим c-bet. Думаю, в большом сайзинге особо смысла нет. Он нас рейзит. Выигрыш на ч-крайзе флопа маленький. Там теоретически может быть блеф. Можно экалировать. Но пушем я генерирую в фолд-эквити. Там десятки. Ну ладно, чушь. По идее, тут лучше было все-таки сыграть кол. Я тут сделал небольшую ошибку. Но как бы... Сильно это на самом деле не влияет на винрейт. Поскольку в 3-бет поте флэш-дро... Это как бы... Тем более на таком флопе... Это нормально. В выставлении с ним это нормально. Тем более я поставил самодушную ставку. Он может подумать, что я блефую. И иногда, если он так сыграл, например... Руку типа валетов. И он ее выкинет. Это будет вообще как бы... Супер-мега-плюсово для меня. Что-то этот чувак постоянно рейзит. Давайте ему дадим отпор. Попробуем. Затрибетим ему. Находясь на баттеле. Ну и флоп будем играть очень дешево. Поставим с абетой просто. Будем играть потом чек-фолд. Что ж такое? Получаем колл 4 бета. Человека с 4 бет. Рейнджем 1%. Ну ладно. Выкинем. Валет 8 это защита. Ну и после чека ставим с любой рукой. Это очень хорошая ставка. Теперь я могу просто дважды поставить даже с блефом. Кроль дамы я выбирал между коллом и 3 бетом. Но посмотрел, что у него очень маленький цбет. Решил заколировать. Туз 9 это дефолтный сквиз. Тут чувак фолдит. После чека будем ставить небольшую ставку. Опенразит он уже только 9. Я блеф 3 бетить не буду. Получили 4 бет. Он не 4 бетит поэтому. Не блеф 4 бетит. Пока что. Просто выкидываем. Валет 1. Валет 2. И а карта. Убираем. Поехали. Поехали. Убираем. Убираем. Задаваем. Убираем. Я справедливо. Убираем. Убираем. С десятками он тут, конечно, сыграл вообще не очень. То, что заколлировал сквиз без позиции на всех. Я только сейчас подумал, что он до флопа сыграл не очень. Ну, на флопе нам отвертеться было сложно со флеш-дро. Так, туздама мы за 3-бет или хобби игрока. Ставим c-бет небольшого размера. У нас об этом тем более фолдит. Ну и на терне продолжать не будем. Пытаемся дойти до шоу-дауна. У нас хорошая рука. Был бы у нас полный мусор, можно было бы попробовать забаррелить терн. Если у него тут карманные пары, то не думаю, что он их будет превращать в блеф. Стриты доехали. Ставит он с королем. Там 6x2x он тоже чекает. Он просто выкинул. Дома 8 буду изолировать маленьким сайдингом. Потому что стайк у него небольшой. Да я не хочу слишком раздавать банк с такой рукой. Дома валет против хобби игрока. Это инстакол. Попали валета. Шикарно. Он ставит под бет. Одну улицу мы тут обязаны платить. На терне он уже ставит очень мало. Цбетов. 29%. Но он уменьшает бет сайдинг. Думаю, я все еще калирую. Будем надеяться, что у него дро. Но там туз валет. Бывает. Хобби игрока со стилом. С опенрайзом 40%. Ничего не поделать. Валет 10 был бы я на баттоне. Я бы легко заколировал. Но тут мы просто можем получить сквиз. Либо от вот этого Fire. Либо от Lexus. Двое очки откроем. 9-10 тоже откроем. Это немножко погранично, но на большом блайнде там супер нет. Двое очки, конечно же, чек-фолл в такой борт. Он попадает в его спектр шикарно. Если у него там вправду 11%. Ну, где-то так и есть. Плюс-минус. Был бы у него узкий спектр кола. Типа процентов 5. Я бы в такой борт ставил. Возможно. Ну, по крайней мере. Подумал бы над этим. Но против широкого спектра я не могу ставить. Так, троечки. Конечно же, рейс. Одномастную даму с котовом. Открою в хобби игрока. Несмотря на то, что он фолдит не слишком много. Так, троечки. Ну, открою. 2,5 ББ. Свалит рис с фри-плея. Попробую забрать супер сухой банк ставкой. Сработало. Стройками выкидываем. Никакие три бета мы не колем. Кроль-10. Пас одномастный я бы открывал. Потому что тут неплохой хобби игрок сидит. С Кроль-10 одномастным это уже изоляция. Так, опять получаем от этого папа 3-бет. Ну, это фишерек с 3-бетом 3% в общем. Ничего не выдумываем фолдим, пока он там не супер обнаглеет. С Кроль-9. Поставили ЦБ. Отыграем чек фас. Девочку хочу. Туздама это пас. Потому что у него Open Race всего 9%, а против 9% уже Туздама стоит не очень. Она хорошо стоит против 11-12%, а против 9% это уже погранично. Погранично. Я бы с большей вероятностью эту руку заблев 3-бетил, чем закодировал. Но заблев 3-бетил я бы лучше, если бы не находился в более поздней позиции, а не в УТГ. Я только сегодня перешел на 25-ку, поэтому не хочу там дико разгонять свои статы. Четверки, думаю, все-таки выкинуть, потому что тут хобби игрок на меня в оппозиции находится. Так, СТУС-8. Думаю, СБТ и чек на терни сыграю. Против такого хобби игрока, против регуляра я бы, наверное, играл по-другому. Так, теперь наша задача добрать короля икс. Думаю, ставка в 2 доллара. Этого добьемся, но он выкинул, видимо, не доехало ему. Туз-4, дефендим. На флопе на такую ставку я выкину туз-экс никак не могу, это будет просто ужас. А вот на терни уже без проблем. Так, 5-9 это блеф 3-бет, он фолдит 68, думаю, против меня там не сильно отличается. Так, пап на сквизит. Сквиз у него есть, он в оппозиции, находится там, хобби игрок. Ну, не такой уж супер хобби игрок, но коллировать без позиции по бутерброде я не хочу. Тут в тузов, да, стуз королем нормально. может сатойло и выкинуть, но как бы, если он более-менее адекватный, то у него там спектр выставления будет дамы плюс туз король, после моей ставки в 6 долларов, я уже туз король выкидывать не могу, против такого спектра. Но, если там корли плюс, то, конечно, легко могу. Просто на него мало статов, то, что у него 4-бет ренч, ну, 5-бет ренч, 1-фиг, 1% это, не особо говорящий стат. Да и вообще вот такие сквиз-поты с туз королем мы должны выставляться. так, с королем восьмеркой. Я смотрю. Ну, ладно, я думал не стилите, потому что он фолдит на цбет 17, но он фолдит на цбет 17 на флопе, сатон на терне 86, поэтому на флопе я поставлю доллар, а на терне уменьшу сайзинг. Да потому что в фолдит 150 миллионов, но думаю все-таки меньше 2 долларов в фолдит будет не очень много, поэтому поставлю 2 доллара. Свалет 8, хобби игрок какой-то, заколирую, ладно. Попадаю в валет вопрос. Ну, у дров я тут у части дров я выигрываю, поэтому про чеку. Там что у него было? Пятерочка была, ну ладно. Пятерочку я бы, наверное, не выбил ставкой. так, волфрус это фишерек, как видно, так, мы его изолируем большим сайзингом, чтобы он не коллировал карманные пары свои. Он-то, конечно, будет это делать, но это ему становится жутко невыгодно делать. c-bet call второй ставкой мы выбиваем уже его карманные пары, если у него, конечно, нет сосота, а у него без проблем могут быть карманные пары там от восьмерок до валетов, наверное. Думаю, теперь у меня есть showdown value, я могу чекнуть, ну, там тус валет тоже. есть 26% ну, ладно, сыграю call, я выбирал между call и ребетом на новелью, это примерно около дела. флоп сухой, у меня есть тус этой масти я колирую флоп и не думаю, что мне нужно ставить ривер, у меня достаточно шдв, чтобы выиграть, да, ставить тут нужно без showdown value, а я так выигрываю у всех его тус x так, валет 10 мы конечно же ставим с хобби игрока нужно добирать нормальным сайзингом, здесь я делаю сквиз, маленький сквиз, потому что первый какой-то непонятный стэк, он из Канады, а второй MSS против двух адекватных биг стэков я бы ставил 2.50 а получили средний борт тут лучше не чекать потому что с рук типа девяток десяток нам лучше добирать прямо сейчас натер не может выйти там дама или король либо в валет он испугается и вообще нам ничего не заплатит а так есть шанс получить ставку тут мы все-таки пушим по-другому я добрать не могу чека утерный он как нам не платил так и не платит так мы просто ему даем бесплатную карту хватит ну как бы я не смертельно но он может себя залевелить и заколить валетов положив нас на голый блеф какой-то не знаю лучше я все-таки еще считаю вот такую линию распаренный тут забор свалю бета push здесь я коллирую две улицы план был такой но терн спарился и это плохо по идее он не должен особо теперь блефовать на вспаренный терн но это по идее я выкину но не очень в этом уверен так получили 3бет 3бет у него 2% и ширина колем одну улицу и смотрим по его бетсайдингу на терне но мне это совершенно не нравится то что он мини резил меня на флопе возможно нужен мне резил до флопа возможно стоило даже выкинуть флоп хоть это и ужасно как бы у меня на него семь рук ладно запушу но блин это не есть хорошо но так с гатшотом без позиции я поставлю там все-таки оказался блеф странно ну проходит вот эта акция люди тут творят несусветную чушь так почему я тут заколировал с пятерками ну ладно заколировал заколировал так буду заканчивать эта сессия прошла не очень удачно упоролись один раз сет один раз в тузов в сет в отрибот поте со флешдро в тузов до флопа в сквиз поте когда меня сквизили будем ставить галочку будем ставить галочку тут с 9-4 буду забирать этот банк с дамой не думаю что я могу выкидывать терн вот ревер наверное уже могу по дефолту три улицы тут люди не должны блефовать наверное так рандомайзер лови сквиз думаю ставить лимницей бет но думаю не нужно а вот на терне уже value bet я могу поставить против туза x конкретно против туза с королем все-таки там валеты а почему он чекнул терн ну потому что он хобби игрок просто десятки у нас нет выбора мы должны пушить и надеемся что король нам заплатит ладно сейчас покажу график не самой удачной сессии ну грубо говоря в ноль в начале мы шли плюс два боина но потом немножко упоролись закончили в ноль вот так вот так тут мы получили экшен и легко сдаемся против тела 9 на 6 ладно все всем спасибо за просмотр увидимся за столами